Николай Фёдорович Королёв родился 14 марта 1917 года в Москве. Путь в большой спорт начал в 1931 году. С началом войны Королёв был зачислен в мотострелковую бригаду особого назначения. Попал в состав диверсионной группы, а впоследствии оказался в партизанском отряде. Он выполнял сложнейшие боевые задачи. В одном из боёв пришлось выбираться из вражеского окружения. Командир был тяжело ранен. Королёв взвалил его на плечи и понёс. Внезапно раздались пулемётные очереди. Королёв присмотрелся и увидел, что огонь идёт из замаскированного немецкого дзота. Нельзя было терять ни минуты на поиск обходного пути. Командиру требовалась срочная операция. И тогда Королёв положил командира, поднял руки и медленно направился навстречу врагу. Фашисты решили, что партизан идёт сдаваться и прекратили огонь. Королёв отдал автомат немецкому офицеру и вошёл в дзот, в котором было шестеро гитлеровцев. Они не подозревали, что он обладает мощным ударом. Выбрав момент, Королёв нокаутировал троих, а оставшихся, схватив автомат, расстрелял. Затем взорвал дзот, и путь был открыт. Через пару часов он доставил командира на операционный стол. Жизнь была спасена. За этот подвиг Николай Королёв был награждён Орденом Красного Знамени. После стал тренировать диверсантов, а вместе с тем возобновил свои занятия боксом. К 1945 году он вернул себе звание абсолютного чемпиона СССР. Спортивную карьеру Королёв завершил в 1956 году, одержав ещё множество побед, в том числе и на международной арене. В своей карьере 9 раз становился чемпионом СССР, четырежды абсолютным чемпионом, а также чемпионом третьей летней рабочей Олимпиады в Антверпене 1937 года.